вторая часть андантина синквич прежде всего это андантина не анданта есть иногда тенденции создавать здесь некий глубоководный ноктюрн я думаю что композитор абсолютно верно обозначил темп темп темпе андантина намного легче играется циката потому что просто не надо так долго высчитывать расстояние между этими что касается партий пианистов ровно учитывая что мы все время играем и с такими спящими струнными можем играть ровно темп чтобы левая рука тоже волной и в музыке и по движению после выразительного замедления точно сыграть первую долю в темпе и аркаде 2 1 2 потому что вступать аркестры здесь не надо никакого роботирования сиду лучшим грани группы ровнее будет дальше и в оркестре и у нас появляется мотив средней части прекрасно помню что в этом месте лев николаевич нам говорил словно гадкий утенок чтобы стакката не было слишком уж стакката что вот это было важной наивности дальше конечно же все думают про средний эпизод его надо учить но вот такого рода звучности сыграть ровно и вместе с левой рукой тоже надо учесть потому что здесь возникает такой эффект зависание в воздухе потому что только оркестр тянет волынку и практически каком-то эфире под оболоками струем своей мелодии конечно надо сыграть очень вместе гладко что ли здесь две последние ноты в левую руку обязательно легато начали преимущественно нижним голосом правый наверх вверх 3 4 пальцы все работают чтобы создать вот этот штрих легато он легато лучше если играть то фразировать то что из 1 будет отрываться 3 доля получится слишком задорно весело даже дальше вот это стакката она такой ночной никак не и на лошадках что ли поскакать чтобы левая рука не было слишком острый прямая педаль первый вариант дальше играем фразы разница в первом варианте дальше довольно неприятное место написал он играть такими как я бы сказал литкими пальцами особенности там где 2 4 если перейти стеклянный звук это когда разрушит атмосферу ночного ожидания где ступер вариант был разрешение затем уже во второй редакции здесь вместе с оркестром ровно застыла играть эти аккорды аккорды соответственно хочет архи сделать рубата делаем рубата у автор не написано очень хорошо тоже мифа левый учесть надо что в переложение оркестр играет вот такую партию в то время как в партитуре он застывает и практически он здесь у нас так и своего рода каденция а дальше такая получается какая-то я сказал врывается что ли ночь в музее начинает происходить какие-то эрнс теодор гофманский превращение тоже важный момент вот партитура которая кстати досталась мне по наследству от моего отца дирижера и композитора вались дива она содержит указание прести себя и очень часто отыграется темпе как мы совершенно не мысль в то время как и рукопись и первое издание аллегра вивачи ассай согласитесь большая дистанция в этих темпах кто написал прести сим откуда она возникла мы также не знаем когда подлинный неизвестен автор положительно зелоте вот этих аккорд есть еще редакция здание где отсутствие линии но большинство издание включая первое без такой трясокусочного эффекта повторяю темп не должен быть слишком бешеным из-за средней части об этом поговорим когда придем к теме вальса здесь услышать здесь явно как сказать идет зарождение будущего теле гулин шпигель с этим судьи язык может не так озорно как у рихарда штрауса но тем не менее здесь все никаких проблем не возникает единственно что надо очень четко сыграть вот это небольшое прижатие на 1 до 5 циката тоже уже было ни в коем случае не ускоряясь здесь не замедлять понятно в первой редакции очень интересно это октавами сложности да то мы затем поменяли то что мы знаем иногда даже играет просто пальцами но в принципе написано здесь что я советую во первых легкой очень руками цель то есть это мягко форта написано не надо делать никаких бешеных крещендо в третьей редакции в протестуле стоит крещендо но если крещендо в режиме вот этого скерца дальше стартует левая рука с уменьшенного правая играет как лежит а затем отдельный сыграть кстати как у него и написано лиги раз лига два лига в такте и в принципе это не столь даже фразировочная лига а методическая которая помогает нам ни в коем случае не играть этот так целиком сыграть то что отсюда начинается три раза первым пальцем такой как ломаный здесь я например беру натуре в левую руку не вот удобнее здесь все то же самое очень легко играть все вот эти рулады даже если какой-то вдруг дуновение ветра в плане темпа происходит здесь надо жить очень аккуратно во всех все вот это уже успокоится аккуратненько сыграть чтобы удобно было почему не простисимо а именно аллегры убивать и ассай потому что темой вальса служит французская песенка которая слова который модель с чайковский приводил приводил и фоса музея танцы и рир что означает что давайте развлекаться танцовать и смеяться надо развлекаться танцовать смеяться и песенка вряд ли она была пелась ими в семье простись все-таки песни еще и слова здесь нам играть практически как барочные модеты не поднимая пальцев поперчить посолить только таким движениям максимум параллельный пассаж когда оркестра переходит такими лежащими пальцами отрывистый первый палец левой руки чтобы успел сработать по абрикатуре как можно больше меньше каких-то перемен повторяющийся но одинаковым пальцами в правой и одинаком пальцы влево естественно вправо это будет допустим 3 влево 1 1 чтобы тут и руки не меня удобнее почему-то более такой цепкой соприкосновения с клавиши возникает репризов а мажорного силе у линшпигеля и подход драматическому взрыву обрыв сновидений здесь считаю важный момент чтобы не было загнетание взрыв оркестровый так скажем должен наступить неожиданно только потом уже вместе с оркестром взорваться и сон ночь в музее закончен по поводу этого пассажа лучше взять левую руку с оркестром а дальше правой рукой вниз надо учесть что правая рука стартует сверху а левый надо заканчивать на слабых пальцах разворот руки сделать такое оркестровое звучание чтобы не было правое и левое первая редакция было более густо мы играем небольшая каденция песня соловья есть и с кем играть как хотите удобно входить в репризы удобные заваливаясь с последнего звука каденции в ля бемоль здесь по полу статика аккуратная игра и и конечно игралась вместе чтобы убиение нижней ноты здесь леготип 7 таких распластанных пальцев сыграть и кода здесь такой омаж леву николаевичу нежные воспоминания и соответственно спокойная не острые на педали третья часть должна наступить практически атака когда отец ними не был никакой кашлы переворачивание чтобы сразу чтобы тимпани ударили резко неожиданно и разорвали волшебную атмосферу сна по поводу главной партии в финале тоже надо учесть что нигде не написано фортиссимо во всех изданиях но это форта максимальный нюанс кроме второго проведения поэтому здесь конечно стараться сыграть легким стерцанду но никак не настырном добивание в главной партии здесь очень важную роль играет левая рука вот это и 3 и это держит и правая рука лучше отскочить на педали тогда кисть воспалить вверх и затем очень удобно опуститься на вот эту фиориту есть рука большая очень удобно играть в руке дэцом главное не бить вначале мы играем соу затем мы играем спицы как что тут шуметь шуметь ни в коем случае не надо форта но 1 можно здесь здесь вполне можно вырваться на оперативный просто чтобы когда оркестр уже свое дело начиная делать можно но в целом скрецанда это легкая воздушная тема кстати тоже народную тема есть кто забыл на тоже украинская тема видать она его тот момент достаточно интересовало спорим даже вторую симфонию которая называлась малороссийская что особенно трогательно звучит в переводе на европейский язык и чайковский вторая симфония little russia дальше интересно вновь мы связующие партии вновь так перебежал штраус незаметно в третью часть с этим не торопиться вместе с формира по поводу этого места удобно играть с соль пять партнер здесь пожалуйста пять соло практически первые пальцы левые руки нужно сказать очень остро чтобы удобно было вступать правой руки дальше вот это достаточно заковыристое ансамблевое место надо учесть что в первой редакции рук писем тоже никаких изменений темпа чайковский не предусмотрен по комменам оса добавлено в дальнейших изданиях это не значит что надо играть обязательно все ровно но знать что первый замысел был единого темпа и попытаться понять как это игралось в едином темпе тоже очень важно только не делаем такую мельчишню с темпами которые не связано с друг с другом готовя вступление скрипок в побочные партии здесь конечно надо понять где наступает вот эта модуляция потому что вот это первая доля ноты до приходится время никаких акцентов печатать не надо но небольшое ты ну ты здесь поможет солисту и поможет и оркестру и плюс если это играть как у автора было задумано ровно то не будет возникать вот этих ужаса что играть струнник и так перемен и темпа нет очень хорошо если в струны не было вот это закатывание глаз откуда ни возьмись вновь побочных партий нет должно было сыгран ровно то что первая фраза это вторая фраза никакой границы нет главное тут конечно вести тема но чтобы очень прижатой шестнадцатый ломаный октавы легко легонько не тяжеля практически такими фаршлагами завершение грустная главной партии постараться сыграть или гады благородным звуком здесь вполне можно две последние ноты брать левую руку и тогда правая спокойно спокойно сыграть в принципе здесь тоже можно последнюю ноту брать левую руку только отлично обязательно вместе в разумном каком-то темпе стакката успеть сыграть этим настоящим стаккатным спехом интересно что здесь ровно ход на тритон который напоминает пассажи из бетховенской фантазии для фортепиано соло не оркестровые которые и хора восемьдесятого а семь седьмого опыса ровно такие же пробежки гаммами наступление мажора в рефрении тоже при снятии таким завинчивающим движением первого и четвертого пальца сыграть эту не совсем удобную аппликатуру средний эпизод который мы естественно играем по третьей редакции 1888 года с выпуском центрального эпизода про который про эту купюру мне очень нравятся комментарии Голдендейзера с носком и короткая фраза отсюда в позднейших изданиях начинается искажающая форму купюры больше ничего не сказано ну понятно что мы сейчас играем вот эту искажающую форму Чайковский сам называл это место проклятым местом и как раз вместе с Зелотиком я понимаю его под канал как следует хотя даже в партии солиста допустим очень интересно модуляции пропадает чем не то есть здесь стараться не играть все таки это Личьера поэтому длинную нотку которой всего лишь 16 16 не кусать не акцентировать чтобы не было резко интересно вот это место естественно изложено более логично по отношению к этому полонезному эпизоду а так у Чайковского было 25 тактов в середине и 29 тактов в репризе репризе коды как угодно там можно сказать дальше возвращение все то же самое только уже пальцы по три идут такие же моменты на въездах в оркестровое вступление здесь гамма можно играть пальцами ну классическим я играю как когда-то выучил классически так и играю побочная парень несколько по другому если там более такая весенний восторжен то здесь уже что первая фраза спокойно была в оркестре мы сразу въезжаем в модулировку зона минора зона минора которая приходит затем уже в кульминацию попытаться квази-легато сыграть чтобы все-таки это было песенное начало но никак не удовлетворено это чековского ну совсем не идет так же как это не идет допустим шумпен подобное исполнение октавы дальше третий референд повторение и наступает то что в позднейших редакциях называлась называется мортопьемоса мортопьемоса у чайковского это называется попьемоса как видите тенденция только к одному поярче погромче и как можно быстрее поэтому лучше играть практически без особого изменения потому что в конце концов разрабатывается не фортепианная техника в каком-то разумном призываю быть отношение к материалу как к симфоническому как к симфоническому и оперному композитору по поводу этого пассажа не имеет смысла ее учить начиная отсюда всегда имеет смысл все-таки руки будут стартовать после вот этого напряженного сбрасывания октав после вот а потом уже это играть по облигатуре ну как рука лежит дальше по 4 вниз хорошо через 2 а дальше опять 4 3 здесь разные варианты есть я играю просто 5 пальцев и 4 здесь главное не ускорять тактах где оркестр паузы играет то есть сыграли пауза считает простите вот эту зону нельзя ускорить потому что флейда и это не надо тоже ясными пальцами чтобы не был тенденци загонять потому что здесь всякое бывает когда со струнами оно как-то ты лучше слышишь и ощущаешь эту массу а там и плоховато слышно здесь тоже просто как рука лежит ничего не меняется здесь опять наверх так пассаж прижимать наверх здесь по такому давлению практически всего тела можно играть бросая руку потому что в принципе вот это практически при массовой оркестр уже так давит что на крещендо особо тут мы не слышны но ни в коем случае не надо чтобы оркестр здесь как раз хорошо когда оркестр показывать свою полную силу пассаж вниз пальцы которые давлены в рояле просто никак от него не торопится соло оркестра наша оркестровая тенденция тоже как в первой части не стоит бешено ставить первого сопоставить тем более это вместе с литавром тут надо сильно подождать сейчас чуть дирижер тут делать расширение поставить и здесь уже поставить эти октавы играя фразой снизу вверх это будет удобней очередная гамма и конечно интересно что когда первый вариант у Чайковского то есть и Бюллов и Танеев играли таким образом но мы знаем эту редакцию это 1888 год который конечно же ярче играю не стоит играть обе тяжело ставишь соль а фа играется как бы по инерции интересно что Бюллов писал Чайковскому что намного эффектнее было бы если бы вот это место шло в общем темпе который общий а не было бы излишней торжественности но видите история не имеется слагательного наклонения как сказано в небезызвестном фильме чайковский начальник написал плюла помедленнее грубо говоря что постепенно выросло в мольте менемосы и тут уже можно говорить все что угодно но это место наотку дирижеру оркестру тутти мы с ними играми единственное не имеет смысла в этом месте так сказать кромсать рояль до последней стадии потому что громко и миссисто играть подобные фактуру которые в унисон с оркестром идет да первая редакция еще была вот а потом мы уже знаем совсем как в других регистрах дел происходит в третьей редакции так собственно мы и живем что поэтому в верхнем регистре положая руку Настя нет смысла что-то давить что-то бить это здесь возникает чудесная такая краска фортепиано с оркестром когда оркестр мощный а рояль блестящий поэтому поэтому если играть на легких звонких руках эта класска звенящего рояля прекрасно смешивается прошу прощения с оркестровой мощью и создает такой блестящий душевозвышающий момент и наконец кода дальше оркестр дирижер как хочет так в нее и входит хочет ускорить хочет ровно по немецку играть первых несколько элементов в коде здесь конечно соут первых пальцев второй момент здесь не ускорить левую руку доигрывает 5 дальше вот это нехорошее местечко здесь его лучше сыграть взять фаде соль левой рукой после чего если неудобно играть как написано в средстве допустим не такой большой руки то можно здесь практически ничего не слышно но чтобы вот эти конечно нагло играет уже эта душа протестует а выпустить распределить руки разумно это вполне возможно и здесь приезжать первые и вторые то что не бить ничего все таки такими трех форта но весенними и радостями здесь ровно это практически легато легато в последнем ходе наверх мартолята очень важно не играть ну как сказать не играть крайними пальцами то есть не играть чтобы звучали первые пятые пальцы здесь очень важно сыграть чтобы звучало как следует именно первые первые дают сцепку конечно пятую мы играем но не чтобы не было такой дырявое звучание последние аккорды с оркестром захотят устроить бешеное торжество значит сделаем бешеное торжество у автора ничего этого не сказано у автора заканчивается все в темпе ну вот вкратце на полдня о первом концерте Чайковского в заключение что хочу сказать что от имени всех российских многих поколений советских пианистов хочу выразить чувство как говорил Леонид Ильич Грежнев о глубоком благодарности Петру Ильичу Чайковскому за создание этого концерта который уже долгие десятилетия является главным кормильцем пианистов российского происхождения постскриптум несколько цитат из книги Лев Наумов под знаком Нейгауза беседы с Катериной Заматориной здесь и о концерте Чайковского и о Чайковском композиторе и Чайковском как личности о концерте можно отлично сыграть первый концерт он замечательный тем что там каденция впервые не формально а дает яркую картину к которым можно написать программу это поединок страдания мучения героя потом его смерти любопытно что это предшествует пиковой даме когда Герман умирая видит Лизу с болью ее вспоминает и прощает князя думаю что все это есть в этой каденции несмотря на то что концерт написан задолго до пиковой дамы даже во внезапной остановке прерванный оборот доминации шестая ступень на гэсдурном аккорде мерещится как Герман хватает старую графиню за руку она падает она мертва а тайны не узнал я если представить такой образ можно играть по другому конечно весь концерт великолепен да и другие концерты прекрасны теперь о Чайковском как о композиторе конечно Чайковский один из самых гениальных композиторов не только русских но и мировых это замечательный профессионал обладающий совершеннейшей техникой письма задумывающийся над ее элементами например над формой в письмах к фон Мек он нередко писал что у меня все переходы от одной темы к другой шиты белыми нитками такое признание свидетельствует не о том что это на самом деле так а о том что Чайковский как никто думал о переходах от темы к теме да еще при перемене темпа в новых романтических условиях это же была новая задача и совершенно прекрасные слова о Чайковском бесспорно этот композитор чисто русское явление в музыке тут и сомневаться нечего и в его ипохондрии в его трагедийности во всем виден русский человек метущийся не находящий себе место в чем-то может быть очень слабый а в чем-то грандиозно колоссально сильный могучий по степени одаренности но встречающий большие трудности в силу своего характера русской интеллигентности и ранимости вот это меня поражало в чайковском и заставляло относиться к нему весьма ревниво постпостскриптум мы много с вами говорили о важности звука важности глубокого и романтичного постижения концепции этого концерта но в моей гастрольной жизни был один незабываемый момент когда музыкант одним словом одной фразой сумел преобразить звучание оркестра история относится к далекому в 1998 году я прилетел на гастроли в Германию и в городе Манхайм в прекрасном голубом зале встречаюсь с московским симфоническим оркестром во главе с нашим великим дирижером Владимиром Зивой дело происходит перед концертом поэтому буквально трогаем какие-то самые важные моменты с оркестром мы давно не виделись и оркестр сразу начинает привычно играть то что я не раз говорил такую имперскую концепцию мои друзья останавливают и говорят пожалуйста послушайте солиста он предлагает свою концепцию которая отличается от того что вы привыкли в 98 процентах случаев играть ну на кого-то чуть-чуть подействовало дальше другой какой-то момент пробуем все-таки большинство оркестра играет по-прежнему и Зива говорит пожалуйста я вам объясняю концепция солистов выходит от музыки Глинки и идет такой мостик в сторону Руслана и Людмилы вспомните Глинку и послушайте солиста чуть лучше дальше где-то в районе разработки уже нам показывать что пора уходить со сцены Зива останавливает репетицию все распускают оркестр а уходя кричит им гневное слово учтите Чайковский не пил водки Чайковский пил коньяк через час мы встретились на концерте это был совершенно другой оркестр одно слово и без репетиции оркестр играет гениально спасибо Зиве всего доброго